Армения вновь подтверждает, что является не просто мононациональным государством, но еще и страной, население которой нетерпимо к инородцам, будь то Антон Евстратов, называющий себя российским аналитиком, журналистом и так далее, который уже несколько лет, безуспешно доказывает свою приверженность к так называемым армянским ценностям, или индусы и китайцы, нашествие которых вызвало бурю возмущения в армянском обществе. В Ереване просто не хотят видеть иностранцев, которые едят их хлеб. На то, что в Армении уже некому работать, армянские комментаторы предпочитают не обращать внимания. При этом премьер Армении Никол Пашинян заявил, что заслугой его нескольких месяцев правления стало то, что изменилось соотношение количества покинувших Армению и прибывших в страну людей. Однако это соотношение возникло как раз благодаря приезжим, и в первую очередь, индусам. По данным спутник Армения, одним из важнейших для Армении событий, стал устрашающий рост количества мигрантов из Индии, Пакистана и пары соседних с ними стран, что может привести к проблемам демографического характера уже в течение наступившего года. Но почему вы, армяне, не радуетесь? Ведь другие народы приехали поднимать вашу демографию, которая катится к нулю. Ну и заодно, получить липовые дипломы, которые продают в ваших вузах. Количество мигрантов-индусов в последние годы увеличивается стабильно на 300% в год, и есть основания полагать, что объявленное властями превышение числа приехавших в Армению в прошлом году, над количеством убывших из страны, обусловлено именно ломящимися в Ереван индусами, отмечает эреванское издание. А затем следует предложение, в срочном порядке принять ограничительные меры, иначе неизбежны, физические конфликты, далее, вновь рост безработицы, так как мигранты являются еще более дешевой рабочей силой, чем местные жители, и опять все по кругу. Как написал недавно армянский обозреватель Рубен Гюльмисарян, на эреванских улицах все чаще встречаются люди, резко отличающиеся внешне от местных жителей. Это туристы из Индии и соседних с ней стран, на деле же, трудовые мигранты. Одеты и скромно, но не бомжевата, они ведут себя вполне пристойно. Пока еще, да, армяне, хотя эти народы одеты скромно, но они отличаются от вас тем, что они не будут вести себя по-хамски, как ведете себя вы, в Караганде, Минводах, Сочи и других городах и странах, где вас приютили. И далее, армянский обозреватель Рубен Гюльмисарян продолжает. Если тенденция сохранится, то ситуация может выйти из-под контроля. Для Индии с ее миллиардным населением, отток нескольких десятков тысяч человек, останется незамеченным, а для Армении, с ее населением в неполной 3 миллиона, с большими темпами эмиграции местного населения, такой приток ощутим. Тем более, что уезжают лучшие мозги, а вместо них приезжает, во все увеличивающемся количестве, не весть кто. Нынешние темпы сулят, помимо прочих, еще и крупные демографические неприятности, отмечаются в публикации. Похоже, что этот армянин прекрасно знает, самое слабое место армянок, поэтому так и обеспокоен, крупными демографическими неприятностями для Армении. Армяне недовольны не только индусами. Вот что пишет российский блогер Антон Евстратов, это тот, который вместе с армянами организовал фейковый канал под названием, Талашистан ТВ и вещает со своими армянскими коллегами, от имени Талашей. Так вот, что он написал на своей странице в соцсети. Я живу в Армении уже несколько лет, я думал, что ко мне здесь уже привыкли, но вот завели мы беседу с вполне приличным человеком, Завином Аматуни, образованным и интеллектуальным, о делах Армении и диаспоры, а он возьми, да и отправь меня обратно в Воронеж. И еще и сказал, что я в Армению лезу с каким-то своим уставом воронежским. И ладно, я, я привык. Но что человеку сделали китайцы, а в процессе дискуссии заходила речь и о китайцах. Завином Аматуни не остался в долгу, заявив, что желает, чтобы рядом с ним жили люди одинакового с ним мировоззрения, менталитета. Проще говоря, только армяне. А некоего, Гарри Кахачек Яна волнует, что они, то есть, приезжие, отбирают рабочие места, завтра начнут безобразничать, послезавтра потребуют для себя построить буддистские или мусульманские храмы. И что плохого в мусульманских или буддийских храмах? В Баку есть храм огнепоклонников. И туда до сих пор приезжают паломники, в том числе и из Индии. В центре Баку есть армянская церковь, действуют множество православных храмов, синагоги. Такого себе не может представить армянское сообщество, пропитанное ненавистью ко всему неармянскому, в том числе и к Евстратову, который усиленно вылизывал все армянское, и который никогда не станет своим в Ереване. Но. Это его выбор?